Доброе утро! Доброе утро, Мордовия! Доброе и бодрое! Просыпаемся, заряжаемся энергией, настраиваемся на рабочую неделю после сонных и ленивых выходных. Согласна, покидать теплую постель, тем более снежной и морозной зимой, непросто. Но откладывать звонок будильника – решение так себе, проверено. Провести утро полезно и приятно поможет контрастный душ, плотный завтрак и, конечно, зарядка от Народного телевидения Мордовии. Специально для вас в Народном Утре продолжается конкурс «Я и спорт». Присылайте свои советы, фотографии или видеоролики на спортивную тему нам на почту. Продлагайте в группу ВКонтакте или пишите смс на номер телефона. Самых активных участников конкурса ждут приятные и полезные призы от наших партнеров. Дерзайте и удачи вам! А теперь наш рецепт бодрости. Приготовились? Поехали! Минутка спорта в компании нашего тренера. Всем привет! Всем бодрого спортивного утра! С вами инструктор тренажерного зала Журавлёва Наталья. Сегодня я вам покажу комплекс упражнений на ноги. Для этого нам понадобится стул. Итак, первое упражнение. Будем делать присед плие с отведением ноги в сторону. Ноги ставим как можно шире. Носочки разводим в стороны. Руками опираемся на спинку стула. На вдохе плавно приседаем, давя на пяточки вниз. На выдохе возвращаемся в исходное положение и отводим ногу в сторону. Снова на вдохе приседаем. На выдохе поднимаемся. Отводим ногу в сторону. При подъеме стараемся сжимать наши ягодицы. Хорошо, еще раз. И закончили. Следующее упражнение. Будем делать обратную гиперэкстензию. При этом у нас будут работать ягодицы. Ложимся животом на сиденье стула. Держимся за ножки стула. Ноги в коленях немножко согибаем. И на выдохе поднимаем ножки наверх. Стараемся тянуться пятками к потолку. При подъеме стараемся очень сильно сжимать ягодицы. Хорошо. Еще продолжаем. Стараемся прожигать наши ягодички. И на последнем повторении стараемся сделать паузу. Задерживаем ноги в верхней точке. И удерживаем таким образом 15-20 секунд. Опускаем ноги. И закончили наше упражнение. Немножко потянемся. Итак, переходим к третьему нашему упражнению. Это будет присед в выпаде на одной ноге. Ставим одну ногу на сиденье стула. Другую ногу ставим таким образом, чтобы линия колена не выходила из-за линии носка. И при приседе весь центр тяжести смещается на пяточку. Итак, приготовились. На вдохе приседаем. На выдохе возвращаемся в исходное положение. При этом корпус сильно не наклоняем вперед. Чувствуем, как работает наша ягодица. Стараемся выполнить таким образом 20 повторений. Хорошо. Делали. Следующее наше упражнение. Ягодичный мостик на одной ноге. Ложимся на коврик. Правую ногу ставим на сиденье стулу на пяточку. Левой ногой будем тянуться кверху. Руки вдоль туловища. Ноги согнуты в колено 90 градусов. Так, приготовились. И на выдохе тянемся пяточкой к потолку. При этом максимально напрягаем и сжимаем наши ягодицы. При этом ягодицы до конца не опускаем на коврик. Таким образом стараемся сделать 20 повторений на каждую ногу. И последнее повторение стараемся зафиксировать в верхней точке. И немножко удержать статики. Хорошо. Подтянули колени к груди. И теперь то же самое делаем, но уже с другой ноги. Ставим левую ногу на сиденье стула. Правую тянемся к потолку вверх. Делаем 20 повторений. И последнее задержим в верхней точке. Я думаю, вы уже достаточно прожгли наши ягодицы. И делаем заключительное упражнение в нашем комплексе. Это подъем прямой ноги. И спланки. Также ложимся на коврик. Стопы ставим на сиденье стула. Таз отрываем от пола. И сначала делаем на правую ножку. На выдохе ножку отрываем от стула. При этом ягодицы держим в стоянном напряжении. Стараемся сделать 20 повторений. Хорошо. Закончили. И то же самое повторяем с другой ноги. Отлично. Подтягиваем колено к груди. Растягиваем наши проработанные мышцы. На этом комплекс упражнений на ноги закончен. Я думаю, вы достаточно привели в тонус мышцы ног. Прожгли наши ягодички. С вами была инструктор тренажерного зала Журавлева Наталья. Всем удачного спортивного дня. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 29 января. 13-14 лунные сутки. Луна, пребывающая в Раке, обещает удачный день. Ключом к успеху может стать неравнодушие. Будьте внимательнее к словам ваших близких. А личные радости сегодня лучше принести в жертву ради общего блага. Помните, что добрые дела всегда возвращаются добром. Это общий прогноз дня. Персональные для каждого знака зодиака смотрите в нашей рубрике «Гороскоп». Овны. Следует быть чрезмерно ответственным, чтобы начальство не придиралось, а коллеги поддерживали добрым словом. Интересная встреча за пределами офиса поможет найти вам подработку. В личной сфере события будут развиваться по вашему сценарию. Это неплохо. Тельцы. Сегодня вы так стремительно выполните свою работу, что можете позволить себе расслабиться. Хотя все же не стоит поддаваться лене совсем. Возможно, вам захочется экспериментов в отношениях, но следует учесть мнение близких людей. Близнецы. Меньше реагируете на замечания, идущие со стороны малознакомых людей. Пусть болтают на здоровье, а вы молчите. Вечером вас ждет заманчивое предложение, которое нужно рассмотреть. Раки. Сегодня вам следует сохранять спокойствие в общении с людьми, иначе без конфликтов этот день не проживете. Самые наблюдательные могут заметить что-то важное в работе, что приведет к творческому подъему. Возможны разногласия с любимым человеком. Львы. Гороскоп обещает вам непростой день, когда пройти через трудности помогут лишь надежные друзья. Хорошо, что такие у вас есть. От активных видов спорта и экстремальных поездок лучше отказаться. Будьте внимательны к своему здоровью. Девы. Не рекомендуется браться за все сразу, иначе ни одного дела не успеете сделать. Гордитесь собой, работайте на износ и не просмотрите перспективные предложения. Сегодня также отличный день для того, чтобы подать заявление в ЗАГС. Личная жизнь – приоритетем, значит, можно заняться еще бытовыми и жилищными вопросами. Продолжение гороскопа вы узнаете после прогноза погоды и примет. Что принесет день грядущий, будут ли удачными покупки и счастливыми встречи. Устроены так люди, хотят знать все заранее. Предвидеть события дня наверняка невозможно, но с помощью народных наблюдений можно предугадать капризы природы и богатство урожая. Сегодня по народному календарю Петров день. Мороз щиплет нос – значит быть жаркому лету. А вообще, святой Петр – покровитель домашнего скота. Сегодня нужно заглянуть в закрома. Если кормов осталось больше половины заготовленного, год будет урожайным. Если верить прогнозу синоптиков, сегодня ожидается облачная погода – минус 3, минус 5. Но из-за умеренного ветра ощущается, как минус 10, минус 13. А теперь продолжение гороскопа для следующих знаков зодиака. Весы. Постарайтесь поскорее решить семейные проблемы и конфликты, пока они не выросли до размеров небоскребов. Благоприятный день для тех, кто собрался в путешествие. Заранее продумайте план следования, чтобы избежать кризисных ситуаций. Скорпионы. Вам нужно составить четкий план работы, а не обращать внимание на мелкие неурядицы. Если вы будете уединяться, то коллеги вряд ли смогут вам помочь. Комфорт на душе в личной сфере поможет вам сохранить силы. Можете делать предложение руки и сердца, планировать медовый месяц и расширение жилья. Стрельцы. Это хороший для вас день, когда цель достигнута, а деньги получены в срок. В более глобальных и важных вопросах лучше обратиться к юристу. Иначе зайдете в такие дебри, что потеряете массу возможностей. Козероги. Придется трудиться с утра до ночи, чтобы доказать свое мастерство. Начальство ценит вашу работу, поэтому пытается загрузить по полной программе. Отличный день для внешних преобразований, покупок и культурных мероприятий. Можно отдохнуть, погулять по парку и посмотреть любимый фильм. Водолей. Возможны новые обязанности в работе, от которых не получится отказаться. Карьера пойдет в гору у тех, кто не жалеет силы времени. Практичность в покупках понадобится в момент, когда вы решите приобрести что-то из бытовой техники. В любви сохраняйте истинное лицо. Будьте искренни. Рыбы. Сегодня вам нужно избегать неразберихи и финансовых потерь. Иначе настроение окажется на нуле. Ситуация в личной сфере затянется надолго, поэтому не горячитесь без причины. Не нужно строить планы, если вы сами не знаете, как вести себя в трудный момент. Доброе утро тем, кто только что проснулся и присоединился к нам. Каждый день – важная дата в истории. Напоминаю, что 29 января на календаре. И сегодня именина празднует первый в мире автомобиль и первый аэроклуб в России. В этот день сделаны важные открытия. Например, открыт мыс Горн – южная точка архипелага Огненная Земля. А в Австрии началось спортивное событие – девятые зимние Олимпийские игры. Что еще интересного произошло в этот день – узнаем далее. День мобилизации против угрозы ядерной войны отмечается во всем мире в годовщину принятия Дейлийской декларации, основной целью которой является призыв к прекращению гонки ядерных вооружений, сокращению и последующей постепенной ликвидации ядерных арсеналов стран мира и устранению самой угрозы ядерной войны. Дейлийская декларация была принята 29 января 1985 года в Нью-Дели на совещании глав государств и правительств нескольких стран, которые стали первыми странами, подписавшими этот документ. Именно с момента принятия этой декларации о принципах свободного от ядерного оружия и ненасильственного мира и ведет свою историю сегодняшний праздник. Две крупные мировые державы – СССР и США – еще в 1953 году договорились о моратории на испытании ядерного оружия в атмосфере. 29 января 1908 года учрежден первый российский аэроклуб. В первом номере журнала «Воздухоплаватель», издаваемого в Санкт-Петербурге, вышла статья коллегского асессора Василия Корна, в которой он призвал создать учреждение, пропагандирующее идеи спортивного воздухоплавания среди населения. Его призыв был услышан, и 29 января 1908 года в Санкт-Петербурге собрались на свое первое собрание учредители российского аэроклуба. Совет клуба состоял из 35 человек. Все частные воздухоплавательные учреждения страны были под его началом, за что клуб получил имя «Всероссийский аэроклуб». Когда в 1909 году Николай II стал покровительствовать летной организации, к названию прибавили слово «императорский». Тогда же «Императорский Всероссийский аэроклуб» вступил в Международную авиационную федерацию. 54 года назад, 29 января, на Олимпийских играх впервые состояли соревнования по санному спорту. Это зимний вид спорта, состязание в скоростном спуске на одноместных или двухместных санях по заранее подготовленной трассе. Современный санный спорт зародился в середине XIX века в Швейцарии. Хозяин местного отеля, решив развлечь своих постояльцев, предложил прокатиться со склона в горно-почтовых санках. Туристы забаву оценили, а вскоре ее взяли на вооружение и спортсмены. Первые организованные соревнования по санному спорту прошли в Швейцарии в 1883 году. Согласно правилам соревнований, спортсмены должны лежать на санях на спине, ногами вперед и управлять ими, изменяя положение тела. Побеждают спортсмены или экипаж, прошедший трассу за минимальное время. Впервые на Олимпийских играх соревнования по санному спорту состоялись в Избурге, Австрия в 1964 году. Советские спортсмены впервые приняли участие в Олимпийских соревнованиях саночников в 1972 году на играх в Саппоро, Япония. Передать важную новость или просто весточку родному человеку сейчас не проблема. Есть телефоны, сети, интернет, народное телевидение Мордовии, на экране которого можно найти привет и поздравления для себя. Сложно представить, как общались люди на далеких расстояниях, когда не было всего этого. Зато как радовались, когда впервые появились почтовые сети, представить очень просто. Людям больше не нужно выкрикивать новости так, чтобы их услышали в соседней деревне. Не нужно сидеть у открытых окон, ожидая почтового голубя. Не нужно убивать гонцов, которые привезли плохую весть. Причем раньше пересылали практически все. Не только свитки с сообщениями, но и продукты, мебель и даже детей. Правда, такой живой груз не должен превышать 22 килограммов. Интересные факты о почте. Смотрим. Первая почтовая сеть в России открылась 29 января 1833 года. Местом, где она появилась, был Санкт-Петербург. Город разделили на почтовые округа. Всего их было 17. В почтовых округах работали 45 пунктов, где принимали почту. Обычные лавки, работая до позднего вечера, отлично подходили для сбора корреспонденции, которую по два почтальона на каждый округ три раза в день относили к почтам. В 1848 году отказались от услуг лавочников, развесив по городу почтовые ящики. На почтамте письма сортировались, ставился штемпинг и письмоносцы разносили их по адресам. В начале 20 века почта считалась одним из самых удобных и оперативных способов доставки. С ее помощью доставлялись не только письма, но и транспортные грузы. Письмо само никуда не пойдет, но в ящик его опусти. Оно побежит, полетит, поплывет. Тысячи верст пути. Эти строки знаменитого поэта Самуила Яковлевича Маршака знакомы нам с детства. Почта и сейчас является неотъемлемой частью нашей жизни. Каждый из нас хотя бы раз пользовался ее услугами. И житель Мордовии не исключение. В состав Мордовского филиала Почты России входит 12 почтамтов и почти 500 отделений почтовой связи. Более тысячи сотрудников каждый день разносят в почтовые ящики различную корреспонденцию. Почта выполняет универсальные услуги, выдача и отправка писем, открыток и разнообразных бандеролей. В отделениях почтовых служб также можно оплатить штрафы, налоги и различные задолженности. Чаще всего население Мордовии оплачивает коммунальные услуги. По большей части это представители старшего поколения, которые не умеют пользоваться интернетом, и жители сельской местности. Мы решили узнать мнение жителей, как часто они пользуются услугами почты. Почты нет. Почему? Ну, неудобно там. Пользуюсь, да. Что получается, что отправлять? Ссылки из Алиэкспресса. Как считаете, по-прежнему почта еще это полезная вещь? Да. Посылки с Алиэкспресса, там чехлы разные безделушки. Как считаете, почта еще полезная вещь для 21 века? Ну, да, конечно. Там посылки, которые очень далеко находятся. И, конечно, очень затратно перевозить там собственным перевозом. Даже несмотря на век инновационных и современных технологий, почта остается актуальной. Сегодня именины Ивана, Максима и Петра. Не забудьте поздравить своих знакомых и друзей. Возможно, их назвали в честь наших знаменитых именинников. Ведь они, как никто другой, достойны того, чтобы на них равнялись. Творческие неординарные личности. Музыканты, мировые классики, артисты и поэты. Звезды кино, литературы и науки. Если вы еще не поняли, о ком я, сейчас покажем, какие знаменитые люди нашей страны и республики 29 января празднуют дни рождения в следующей рубрике. Шведский ученый, философ и и теолог Эммануил Свиденборг родился 29 января 1688 года в Стокгольме. Эммануил много путешествовал по Европе. Изначально его интересовало естествознание, физика и математика. В этой сфере он достиг впечатляющих успехов, а его познание в минералогии позволили ему стать помощником в Королевской горной коллегии. Свиденборг написал множество важных научных работ и издавал научный журнал «Северный Дедал», посвященный вопросам механики и изобретательства. В своих космогонических теориях и в области механики Свиденборг значительно опередил свое время и предсказал множество позднейших открытий. Его теорию туманностей предвосхитила гипотезы Канта и Лапласа. Он выдвинул также молекулярную теорию, развивал теорию космических атомов, основал науку кристаллографии, предложил способ определения географической долготы в открытом море по звездам, изобрел слуховой рожок для глухих, разработал механизм для транспортировки судов по Земле, создал проекты пулемета, подводной лодки и летательного аппарата. Русский писатель и драматург Антон Павлович Чехов родился 29 января 1860 года в Таганроге. Учился в гимназии, а в свободное время помогал отцу в бокалейной лавке. Антон Павлович очень любил читать и часто читал вслух, разыгрывая сцены перед братьями и знакомыми. Чтобы заработать на жизнь, стал писать небольшие юмористические рассказы, которые впоследствии вошли в сборники «Пестрые рассказы и невинные речи». Публиковался под псевдонимом Антоши Чеханте. В большую литературу писатель пришел после окончания университета. Работу уездным врачом он одновременно продолжал публиковать свои произведения. Его лучшими работами считаются рассказы «Палата номер 6», «Человек в футляре», пьеса «Чайка», «Дядя Ваня», «Три сестры», «Вишневый сад». Они и сегодня выглядят современно и с успехом идут во многих театрах мира. Сегодня родился советский и российский композитор, певец, продюсер Дмитрий Юрьевич Маликов. Он поступил в Московскую консерваторию и в 1994 году успешно окончил ее по классу фортепиано. Свою творческую деятельность начал с 16 лет и продолжает до сих пор. Пишет песни и инструментальные пьесы, по-прежнему много выступает. И как эстрадный певец, и как пианист с симфоническими оркестрами страны, оставаясь одним из самых популярных артистов на российской сцене. Особое место в его творческой деятельности занимает продюсирование молодых музыкантов. Еще он известен своей общественной и благотворительной деятельностью, имеет множество наград и является лауреатом различных телевизионных фестивалей. Снега на Мело достаточно для зимних забав. В парках и лесных массивах кто-то прокатился и оставил для вас лыжню. Горки ждут санок, а ледовые катки – фигуристов и хоккеистов на коньках. Но если вы и активный зимний спорт несовместимы, нет поводов оставаться дома. Чем заняться в ближайшую неделю? Какие места можно посетить для развлечения и пользы духа? Смотрите наши постоянные рубрики «Афиша». В Мордовии проходит Республиканский фестиваль военно-патриотической песни «Афганское эхо». Посвящен 29-й годовщине вывода советских войск из Афганистана и празднованию 75-летия разгрома немецко-фашистских войск в Сталинградской битве. 28 января в 13.00 в Республиканском дворце культуры пройдет зональный концерт фестиваля конкурса из числа исполнителей военно-патриотической песни города Саранска. 15 февраля на сцене Республиканского дворца культуры состоится гала-концерт фестиваля. До 4 февраля в Зале Республиканского музея изобразительных искусств имени Эрзи представлена персональная выставка работ Алены Рощиной Егоровой, где слов важнее тишина. В экспозиции представлены живописные графические произведения, а также иконы. До 18 февраля в арт-кафе Музея изобразительных искусств имени Эрзи представлена выставка работ молодых художников «Время до». Художники в своих произведениях выражают юношескую непосредственность и чистое творческое начало. Первая киноновинка недели – мультфильм «Плюшевый монстр». Жизнь Лина, молодого парня, работающего аниматором в детском саду, кажется беспросветной. Его дом, того и гляди, развалится. Девушки его не любят. А на работе целый день терроризируют дети. Отчаявшись, он решается обратиться к одному незадачливому магу, ведь тот обещает найти выход из любой ситуации. Маг находит способ кардинально изменить жизнь Лина. Однако с колдовством что-то пошло не так, и Лина превратилась в огромного кота-монстра. Как все вернуть назад и стать счастливым? Целых девять жизней! Препещите это, понимаешь, спорта! Смотите! Они не должны уйти! Все занялись! Вторая кинопремьера недели – драма «Эйфория». После многих лет отчуждения две сестры встречаются, чтобы совершить путешествие по Европе, которое должно закончиться в самом прекрасном месте на свете. Именно там Эмили хочет закончить свою жизнь, но поставленные перед фактом Инесс совсем не готовы безропотно принять такое странное решение сестры. Выбраться отсюда значит победить смерть. Я все равно тебя вытащу. Триллер «Селфи» станет третьей кинопремьеры недели. Он полностью копировал его. Жест и мимика даже шутил так, что никто не заподозрил подмены. Богданов смотрел в экран, как в зеркало. Двойник вел его телепередачу. Встречался с его фанатами-читателями, жил с его женщинами, выпивал в баре с его друзьями. Как это могло произойти? Публичный, успешный, остроумный и циничный Богданов лишился всего, чего добивался годами. Самое страшное, что он осознает – битва за себя проиграна. Копия лучше и убедительнее оригинала. Она в сто раз лучше, чем ты. Я подходи! Я убью ее! Для кого-то грустный праздник, а для других – самый счастливый и долгожданный день в году. День рождения. Гости, торт со свечками. Время заказывает желание принимать поздравления и подарки. Как такое может не радовать? Поздравляем все вместе сегодняшних именинников. Поздравляем с днем рождения нашу самую улыбчивую одногруппницу Ирину Капкову. Оставайся такой же улыбчивой и солнечной. Побольше радуй нас своим замечательным творчеством. Желаем тебе достигнуть успехов во всех сферах. Здоровья тебе и твоим близким. Пусть все мечты непременно сбудутся. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Егорова Программа «Для народа» и «О народе». Желаю вам легкого понедельника и удачной рабочей недели. Пока-пока! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова